друзья то что вы видите это от аллигатора только не говорите что это крокодил у нас нет крокодилов у нас все аллигаторы хвост аллигатору только хвост аллигатору хвостик порезем на кусочки друзья значит для вас блогер рискуя жизнью только для вас ничего страшного Первый раз. Только для вас. А Наталья говорит, что она ела уже, да? Я ела. Ну и как? Я думала, что как будто курица. Давай. Ждем с вашего. Если бы не сказали, что олигата, я бы думал, что чикен, что курочка. Это правда. Давай ты, Света. Давай ты. Так, друзья, теперь то же самое будет делать Светлана. Будем смотреть. Под прожестрером двух камер. Да, под двух камер со всех сторон. Папарацци. Друзья, вы знаете, сколько стоит камера нашей Натальи? Если вы захотите такую купить, вам это выйдет в 2000 баксов, если вам повезет. Canon Vixia Mini X. Друзья, если кто-то где-то увидит подешевле, дайте мне знать. И за 1000 можно купить. Я видела просто за 2000, но не меньше. За 1000 я бы не стал, наверное. Вы меня будете снимать? Забыли про Света. Вот я хочу сказать, что это не идет в соответствии с нашей диетой. Оно действительно очень мягкое. Оно не идет в соответствии с диетой. Более того, этот майонез тоже мы такого не имеем. Ну, кстати говоря, мы еще к вопросу о том, что мы и делаем. Это была комплиентная с нашей диетой. Да, но уже такая такая... Да, попробуй. 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 Да. Друзья, там что произошло, крокодила там не почувствуешь, потому что они его обжарили всю парену, они его посолили, тут еще дали к нему соус какой-то, и если так кушать, друзья, так можно и тараканы съесть, подумаешь, что это чикен. Наталья, у меня к тебе вопрос, вот после того, как я тут посмотрел, со Светой мы ездили, у меня к тебе вопрос такой. Инвестирование в real estate, вот я просто смотрю на Майами, вот на разные вещи, я когда вижу вот эти чудовищные, там, около тысячные, по монару, я не понимаю, откуда инвестмент, что происходит. Ты про квартиры говоришь? Ну там, в случае, квартиры, да, но где вообще деньги, вот можно положить во что-то, скажем, под 10%, ну вот можно, я не говорю про больше, ну хотя бы 10%, есть что-то? Вот, вот ты купил, сдаешь, допустим, кешевая покупка, да, купил там, не знаю, за 200 тысяч, и в год получаешь там 20 тысяч наваров, так бывает? Ну если ты арендуешь, то, конечно, бывает, но если у тебя очень большие maintenance fees, это тоже можно все съесть, и смотря какие у тебя таксы, естественно, но если ты покупаешь что-то под аренду, тебе нужно обязательно смотреть, чтобы maintenance fees были небольшие. Ну хорошо, ну допустим, вот ты в Арландо работаешь, так? В Арландо можно что-нибудь купить? Не знаю, квартиру или... Ну я знаю, что в Арландо вообще в основном покупают квартиры около Диснея и сдают их неделями, то есть через Airbnb. Ну это другое. Вот, и сдают почему как-то. Другое в том смысле, что это другой вид инвестиций, когда ты на неделю сдаешь, во-первых, надо, чтобы тебе разрешали это делать, потому что не всюду разрешают. В Майами очень много мест, где меньше года вообще нельзя сдавать, меньше чем на год. Ну это, конечно, есть туристические места, а есть резидент. Давай мы исключим вот эту понедельную сдачу, это понятно, потому что там еще работы много на самом деле. А вот, допустим, просто купить дом. Вот человек купил дом, вот там, где ты работаешь, да? Купил дом и сдает его. Какой процент он получит? Процент от, и ты имеешь ввиду, что стоимость дома, если будет расти, от вложенных денег, нет, не на equity, а на просто на ренде. Ты понимаешь, я просто тебе говорю то, что я знаю, ты у нас можешь купить дом в среднем, 200 тысяч. Отлично, почему сдается? Ты можешь сдавать его где-то 1200-1300 в месяц. Но ты можешь дом купить без мейтеншек, без HOA полностью. Да. И, допустим, такси у тебя может 2200-2500, это немного, в год. То есть ты за кэшку покупаешь дом за 200 тысяч. Подождите, подождите, не надо про растены. Растет никто тебе не может гарантировать. Если я в Калифорнии, то я же не могу просто купить и сдавать. Мне нужен кто-то, кто будет за меня сдавать. Ну как же, у нас есть такие фирмы, вот, допустим, есть такая фирма Watson, которая занимается менеджмент по аренде. Да, во что мне обойдется Watson? То есть они берут только 10% от твоей аренды каждый месяц, все остальное идет тебе. Они за эти деньги просто присматривают или деньги собирают за эти деньги? Они присматривают, они квалифай твоего арендатора, чтобы у него не было там какой-то аренда. Находят арендатора. Они собирают аренду, они находят тебе, они следят. Если они занимаются моей недвижимостью, допустим, вот из 12 месяцев, допустим так, у меня раз в год меняется жилет. Снимает на год. Из 12 месяцев какое время дом будет стоять без жильца? Ну ты разговариваешь с Watson и говоришь, вот, они тебе позвонят и скажут, вот этот арендатор хочет продлить, или этот арендатор хочет выехать, хотите ли вы, чтобы мы вам нашли что-то новое. Да, нужно дом подремонтировать, если вы хотите, приезжайте и ремонтируйте. Если вы хотите, мы найдем, кто ремонтирует, вы заплатите. Но, в итоге, все равно, пока найдется жилет, пока может быть какая-то работа проведется по этому делу, скажем, 11 месяцев в году он сдается? Конечно. Сдается. Хорошо, значит, мы имеем 11 месяцев в году, мы имеем, значит, один месяц мы уже потеряли. Еще один месяц мы потеряем на услугах этих людей даже больше. Значит, из 12 месяцев в году, значит, два мы уже потеряли, это шестая часть. Ну подожди, ну ты снимаешь, ты сдаешь за 1200, 10 месяцев это 12 тысяч. Да. То есть, ты купил за 200 тысяч, и 12 тысяч в год тебе он дает прибыль. Минус налог на собственность. Налог, да, налог. Сколько будет? Ну, если 2, значит, 10. Значит, уже 5 процентов как-то. 5 процентов. 5 процентов. 5 процентов тебе ни один банк не дашь. Если положить 200 тысяч в банк. Нет, 100 процентов. Я не об этом сейчас. Это 2 процента. Даже два не дают. Полтора, по-моему, сейчас. Хорошо. То есть, под 5 процентов реально это может произойти. Нет, ну ты можешь сдавать за полторы, понимаешь, смотря в каком районе ты. Нет, ну если я за 200 тысяч купил тысяч. Ну и что? Смотря в каком районе. То есть, можно купить за 200 тысяч, а сдавать не за 1200, а за полторы. Если ты, допустим, сдаешь вот у нас, где мы живем в Диленде, мы живем рядом с университетом, да, с Тетсон университетом. То там студенты вообще по 2, по 3, по 4 человека они могут сдавать твой дом. Но почему же тогда он стоит те же 200, а не там 250 или не 300, если он сдается дороже? Ну, можно и за 300 купить, можно и за 200 купить. Разные дома купить. Но все равно за 1000 там вот эту 1200 сдается. Ну хорошо, давайте приступим к трапезе, друзья. Друзья, вот эта еда, еда. А я не знал, что заказал, честно. Я сказал, вообще хлеб не надо. Они хлеб принесли. Это такой бергер у меня. Это бергер с капусткой. Они хотели мне френч-фрай. Вот как и Света. Светка, как у тебя френч-фрай? Очень, я думаю, сегодня день будет тяжелой. Соленая френч-фрай? Нет, очень вкусный френч-фрай, но это нам нельзя вообще. Нельзя, да. Понял, понял. Если бы ты имела там, не знаю, миллион баксов наличкой, и ты бы сказал, я пойду сейчас их инвестировать, вот, с целью, не думая об equity, но думая о том, чтобы, скажем, доход какой-то был, да, с точки зрения возврата в виде рент. Да. Вот что бы ты купила? Вот я честно тебе говорю, я бы пошла в Долтону. Купила бы... Это где вы живете? Нет, мы живем в Диленде, но есть такой городок Долтона, где вы можете купить домики. У меня Люба, вот моя подруга Люба живет в Долтоне. У нее дом, допустим, четыре бедрума у нее, с бассейном, стоит сейчас где-то 180 тысяч. Но там школы приличные. Вот. Как там насчет школ, насчет преступников? Ну, школы и школы, нет преступности. Ну, то есть это не дорого. Школы обычно, такой средний уровень жилья. Наташа, тебе приходилось видеть вот эти форклост холлы? Я сейчас работаю над ними. Вопрос. Вот эти форклост пропертис, они обычно в довольно фиговом состоянии? То есть надо деньги туда класть? Нет, было очень удивительно, вот этот дом, который как раз сейчас, мы вчера буквально сделали оффер на такой дом. Стоит он, а его начальная стена 245 тысяч. И его сейчас вот, он принадлежит VA. И VA это ветераны, ветеранская ассоциация. Вот. Вот это вот банк VA. И, короче говоря, он стоил... Это банк ветеранская ассоциация. Ну да. И он стоил 245, продается он за 189. И я очень была удивлена, внутри очень даже хорошо. Даже краудлоудинг, новая кухня. Единственное, что нет, это аплаймс. Их нет, нет. Ну такие черт с ними, 100 тысячи баксов. Да. Ну вообще, конечно, очень хорошие. Мы сейчас сделали оффер, ждем. Хорошо. А видела такие, что там совсем как бы разоренные? Конечно, есть такие. Но в основном они такие. Разоренные. Потому что, когда они принадлежат банку, люди не могут за них платить. У них их отнимают банки, и они, естественно, злятся, начинают бомбить этот дом, так скажем, русскими словами. Сознательно. Сознательно. Сознательно вырывая все, что можно вырвать. И поэтому, конечно, этот дом приходит в негодное состояние. И поэтому банку приходится только от него избавляться, как говорится, хоть за сколько. И поэтому, если у кого-то есть хорошие руки, говорит, золотые, то им это выгодно, конечно. Так что надо такой вопрос. Значит, если можно купить там, скажем, на 70 тысяч дешевле, так должны быть охотники, должны быть такие, как ты, или такие, как мы, или не такие, как ты, или мы. Ну, во-первых, этот процесс очень сложный. Вот чтобы купить оффер-кложе, он намного сложнее, там очень много нужно работать. Как он работает? То есть вы даете оффер, но это не значит ваш оффер, это единственный оффер. Они собирают оффер месяц-два, то есть смотрят офферы, какое им больше выгодно. В основном офферы дают какие-нибудь строители или просто люди, которые хотят купить? Сейчас у меня просто резидент. Но обычный резидент в состоянии платить больше, чем контрактор, потому что контрактор хочет еще прибыль получить. Да, наверное, да. Ну, в принципе, этот дом, он стоит, конечно, этих денег. И вот посмотрим, что. Ну, я никогда не работала с форкошем, это мы первые. И я очень много узнала того, что я не знала. Да, целый мир там, да. Допустим, банк не принимает контракты с contingency. То есть абсолютно не принимает. То есть у тебя должны быть... Чистые деньги. Чистые деньги. Чистые деньги или чисто вот... Но финансирование может быть. Может финансирование. Но вот если ты, допустим, должен продать дом, это называется contingency, да, то банк не принимает. Банк не делает не больше этим. То есть сколько стоит, и сколько он принимает. То есть... А когда они все идут на одну цену? То есть кто-то не больше? На эту цену или больше? То есть они сразу пишут над не больше этим. То есть вы не больше. Но это как, онлайн происходит? Нет. Просто... Сейчас объясню. Вот банку принадлежит дом. Десять человек хотят купить этот дом. Десять. Банк говорит сто восемь тысяч. Ага. Как мы знаем, кто купил? Во-первых, банк нанимает риелтора, через которого вы делаете оффер. Вы не делаете оффер прямо в банк. Так. То есть сейчас вот этот банк, он принадлежит... То есть этот дом принадлежит банку, но там написано имя риелтора, на которого вы будете и делаете оффер. Я говорю, у вас есть уже офферы на дом? Она говорит, да, кто-то какие-то офферы поступали, но мы ничего не слышали от банка. Да. Я подала оффер и она мне сказала, мы получили ваш оффер, спасибо, ждите ответы. То есть это все в итоге через живых людей? У нас знаешь, что происходит? У нас ты участвуешь в онлайн аукционе. Это аукцион совершенно другой. Другой? Я в аукционе тоже не участвовала. В аукционе тебе не нужен риелтор, ты сам по себе просто его покупаешь. Ага. Нет, это тоже не риелтор. Ну, риелторы не участвуют вообще в основном. Окей, хорошо. Хорошо. Ну что же, то есть для инвестора, скажем, такие вот распродажи банковские, они как бы оппортивники фактически. Ага. То есть можно за ними охотиться. И если ты при покупке уже тебе полтинник сверху наварил, уже в момент покупки полтинник наварил. Да. Так слушай, самый лучший инвесмент это его взять, потратить там 20-30 тысяч, привести в порядок. Вообще продать его на 50 тысяч дорожек. Да. Да, все это можно. Я что хочу сказать. Вот я когда была у вас в Калифорнии, да, я все время поражалась, какие у вас там цены большие. Но одновременно я сегодня думала, ну цены большие, но у них и работы вроде много, да, вот когда на тестера училась. Но сейчас у меня совершенно другое мнение. Почему? Потому что я считаю, что во Фориде тоже много работают. Конечно, безусловно. Потому что я, это почему я поменяла это мнение. Потому что Маша, которая со мной работала в банке, она вот училась у Михаила на онлайн-класс и нашла такую работу шикарную. Я хочу вам сказать, она уже поменял на другую работу. Но она сейчас работать можно в мини-гугл. То есть там у них такие развлекухи. Каждую пятницу у них устраивают всякие тематические дни. То, значит, у них, как она, звездные войны, они все в костюмах ходят. То их, значит, всех ведут почему-то в кино, как в детском садике. Они работают по ней сейчас? Да. Но они работают, и она хорошо зарабатывает. И она говорит, я выходные, и я не могу дождаться, когда пойти мне на работу. Она говорит, я никогда не думала, что у меня будет такое. Ждать, и вам передает привет обоим. Спасибо. Говорит, спасибо большое. Говорит, если бы я с тобой поехала, я бы его расцеловала бы ему за то, что он поменял мне жизнь. В банке. В банке она не самореализовывала. Она просто работала. Понимаешь? А сейчас у нее молодые ребята вокруг. В банке она работала пять лет. Она была уже менеджером, вроде уже считается такая более… Так она сейчас зарабатывает в два раза больше. Всего в два? Ну как всего. Но для нее это очень хороший результат. Ну да. Я думал больше, чем… И она говорит, я просто не могу дождаться, когда пойду на работу. Но следующая работа, когда она уже будет оплайн на следующую работу, она уже будет выше, естественно. Слушай, но она в банке там кто? Не хочет уходить. Говорит, нравится мне здесь. Она в банке получала там долларов 18-20 или больше? Больше. Больше в банке? Да. Ага. То есть она все-таки там не была на четырнадцать или пятнадцать? Не-не-не. На пятнадцать это была я. Так. Да. Ну хорошо, ладно. Я была бэнкер. Хорошо, хорошо. То есть она как бы не бедствует материально? Ой, она так рада, вообще честно. Она дом покупает у тебя или что? А ну, купит.